Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про аквариумных рыбок тернеций. Тернеции одни из самых распространенных аквариумных рыбок. Причина такой популярности заключается в том, что эти рыбы имеют достаточно привлекательный внешний вид, они неприхотливы и просты в разведении. Естественно среди обитания тернеции имеет маскирующий окрас, спинка окрашенного оливкового цвета, боковые поверхности серебристые, отливающие старым золотом или лазурью. Однако для домашнего разведения чаще используются искусственно выведенные виды тернеций, например, вуалевые тернеции и тернеции альбиносы. Особенно популярны трансгенные морфы. В их ДНК был введен ген одного из видов тихоокеанских медуз. Он обеспечивает зеленое свечение рыбок. Позднее был введен ген коралла, давший красную окраску. Их сочетание позволило расширить цветовую палитру. В свое время ученые попытались провести такой эксперимент. Он был необходим для того, чтобы определить качество воды. В плохом качестве воды рыбы бы меняли свой цвет, ученые могли бы проводить свои эксперименты. Это все показалось очень занятным аквариумистом и неожиданно было востребовано на рынке. То есть покупателям понравились ксантерные яркие необычные флуоресцентные рыбки и их стали покупать. Сами по себе тернецы рыбы довольно спокойные. Их можно рекомендовать в общий аквариум. На самом деле можно рекомендовать новичкам. Но если вам нравится ксантерная форма, то наверное целесообразно сажать их большой группой. То есть, например, в аквариум 60 литров посадить 8-10 штучек. Ну это максимум. Тернецы активные стайные рыбки. Содержать их в аквариуме лучше группами от 7 штук. Они хорошо уживаются с большинством видов рыб. Можно посадить пиццилий, малинезий. Можно, кстати говоря, и со скаляриями их сочетать прекрасно, потому что это достаточно крупная рыба. И в рот к скаляриям она не влезет. Не стал бы, наверное, советовать сажать с барбусами. И может быть отдельными видами африканских цехлит. В остальном совершенно спокойно можно сочетать с любыми рыбами. Что касается ухода за тернецами, то оптимальная температура воды для содержания этих рыб составляет от 21 до 24 градусов тепла. Аквариум обязательно должен быть накрыт крышкой. В противном случае тернецы могут выпрыгнуть из него. Воду в аквариуме рекомендуется менять не реже 1-2 раз в неделю. Содержание не требует никаких особых условий. Регулярность частоты подмены воды и разнообразие кормов. Вы можете использовать и сухие, и замороженные корма. В общем-то рыбы никаких сложностей в содержании не представляют. Раз в неделю менять треть воды и регулярно кормить не перекармливая. Вот основная задача. В общем-то она справедлива для всех абсолютно рыб. Здесь я бы не стал выделять какую-то отдельную группу. В среднем аквариумные рыбки тернецы живут 6-7 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!